Во всей вселенной, знаю точно, и для нас место, Которое нет твоих, в котором встретил я тебя. Это город, город Уфа. Друзья, всем привет! Меня зовут Артём Куртов, и это программа «Смотри, какая Уфа». В этой программе я рассказываю про все самые интересные факты и места нашего города. В этом выпуске я вас прошу, а вы знали, что монумент дружбы мог стать музеем? Если не знали, друзья, то присаживаемся поудобнее, сейчас все расскажу. Памятник монумента дружбы был возведен в честь 400-летнего юбилея присоединения Башкортостана к России. Монумент установлен в историческом месте, в центре города, и является объектом культурного наследия. До первой половины XVI века территория Башкортостана входила в состав Астраханского Казанского ханства, Нагайской Орды и Сибирского ханства. После присоединения Казанского ханства к московскому государству Иван Грозный предложил башкирам добровольно войти в состав российского государства. Соглашение было достигнуто в 1557 году. В 2006 году перед 450-летием памятной даты вхождения Башкирии в состав российского государства были выполнены реконструкции монумента и благоустройства прилегающей территории. На холме возле памятника открывается панорамный вид на реку Белая. На монументе дружбы сейчас проходят различные общественно-политические и развлекательные мероприятия. На месте установки монумента раньше располагался Уфимский Кремль с дубовыми башнями. Историческое сооружение было разрушено в результате пожара 1759 года, который уничтожил много домов и храмов Уфы из-за отсутствия пожарной охраны. В начале 17 века на этом месте был возведен первый православный храм города – Троицкая церковь, который долгое время был главной в Уфе. В советское время церковь, стоявшую на территории бывшего Уфимского Кремля, закрыли. А в 1956 году приняли решение взорвать ее. Частично основанием для современного монумента послужил подорванный фундамент церкви. В 1957 году исполнилось 400 лет вхождению Башкортостана в состав Московского государства. В память об этом событии в этом году была установлена мраморная плита с надписью о том, что вскоре здесь будет установлен монумент. Работы по проектированию начались спустя 4 года. Памятник был открыт 7 августа 1965 года. Проектировщики отошли от многих намеченных планов. Из-за нехватки средств строители отказались от музея межнациональной дружбы, который хотели расположить под монументом. От непостроенного музея остался только бункер, спрятанный в холме. Внутри столпа должна была находиться лестница, которая вела бы на небольшую смотровую площадку на самом пике монумента. Но из-за того, что одно из предприятий, тесавшее гранит, не увеличило плиту до нужных 80 сантиметров, для ступени просто не осталось места, а времени для переделки катастрофически не хватало. У основания монумента дружбы стоят две женщины из бронзы, представляющие Россию и Башкортостан. В руках они держат венки, как символ мира. Отливка скульптур была выполнена на заводе «Монумент скульптура» в Ленинграде. Фигуры женщин были сделаны по прототипам настоящих девушек. Для русской женщины позировала дочь скульптора Бабурина, а для башкирской – преподаватель Зухра Муратова. На памятнике высечены даты 1557-1957 и торжественная надпись о братской дружбе народов. На четырехгранном основании монумента сделаны барельефы из чугуна. На центральном – сцена встречи башкирских посланцев с русскими боярами. В центре другого рельефа изображен башкирский рабочий, пожимающий руку русскому товарищу. Символы и атрибуты строительства, промышленности, сельского хозяйства. Два боковых рельефа посвящены науке и культуре. Всего на барельефах изображено около 40 различных фигур. Фундамент составляет в диаметре 13 метров, а в высоту – 6 метров. К монументу дружбы ведут 96 ступеней гранитной лестницы от реки Белая. Таким образом, сооружение обладает комплексным скульптурным и архитектурным решением. Устойчивость монумента гарантируется тем, что его центр тяжести расположен ниже планировочной отметки земли. Видом на памятник можно полюбоваться с реки во время прогулки на теплоходе. На этом все. Я надеюсь, этот выпуск вам понравился. Если посмотрели это видео в социальных сетях, обязательно отправьте своим друзьям, ведь они тоже должны знать историю своего города. С вами был Артем Хуртов. До скорой встречи!